Традиционно лук принято сеять в грядке, при этом луковица находится глубоко в почве. Китайский способ выращивания лука предполагает не грядки, а гребни, искусственные земляные возвышения, в которые помещают сесивок. После формирования репки гребни разравнивают, после чего луковица продолжает расти и развиваться над почвой, а ее корни остаются в земле. Особенно крупные луковицы, в открытом виде им особенно легко разрастаться, устойчивость к грибковой микрофлоре благодаря хорошей освещенности и вентиляции подземных частей растения, снижение временных затрат на уход, в том числе и нарыхление и обработку от сорняков, экономию удобрений, они остаются в грунте и меньше вымываются. Защита от луковой мухи – одно из основных преимуществ китайского способа выращивания. Для лука опасны личинки этого вредителя. Они размножаются в почве, а в период их выхода луковицы по китайской технологии уже открыты, поэтому урожай остается в безопасности. Оптимальным способом размножения лука в умеренном климате остается сивок. Это маленькие луковички, выращенные с семян лука. Для еды такой лук не используют. Перед посадкой в грунт их необходимо тщательно перебрать. Сухие, поврежденные луковицы, а также те, на которых можно заметить признаки гнили либо грибка, необходимо отделить и выбросить. Чтобы получить максимальные показатели всхожести, посадочный материал следует предварительно подготовить. Процедура состоит из нескольких этапов. Первый прогрев – за 10-14 дней до посева луковицы выкладывают на батарею. Весной, либо на жаркий солнечный участок, летом. Следующий этап – очистка сивка от шелухи. При этом важно не повредить зону роста. Завершающий этап – выдерживание материала в теплой воде, не менее 40 градусов, в течение 2 суток для активации вегетативных процессов. Перед посадкой лука почву удобряют. Эта культура положительно отзывается на внесение минеральных и органических удобрений. Первую процедуру рекомендуется провести еще осенью. На 1 квадратный метр почвы понадобится по 1 ложке суперфосфата и нитроамофаски, а также 2 ложки доломитовой муки. Непосредственно перед посадкой почву перекапывают с добавлением органических удобрений, навоза, а затем формируют одинаковые бортики по 15 см, расстояние между которыми составляет 30 см. Чтобы лук вырос крупный и здоровый, важно правильно выбрать грядки для его посадки. Оптимально подойдут те, на которых в прошлом году находились такие культуры – тыква, кабачки, помидоры, огурцы или белокочанная капуста. Лук сивок может отличаться по размеру. Отдельные луковички могут достигать от нескольких мм до 4 см. И важно правильно отсортировать посадочный материал. В зависимости от этого показателя, выделяю 4 основные категории сивка. До 1 см в диаметре, оптимально для посадки в зиму, от 1 до 1,5 см. Подходит для посадки в апреле, до 2 см. Высаживается в первой половине мая, от 2 до 4 см. Откладывается для летних посадок на перо, а также для выращивания в горшках. Посадка лука по-китайски проводится в двух этапах. Первый приходится на вторую половину апреля, когда температура воздуха стабильно остается на уровне 5 градусов. Вторую посадку проводят в мае. Вначале используют вторую категорию сивка, а более крупные луковицы из третьей категории оставляют на майскую посадку. Их помещают в грунт на верхней точке гребня, а землю вокруг них немного уплотняют. При выращивании лука по китайской технологии уход за ним сводится к минимуму. Первый полив проводят сразу после посадки, а затем достаточно просто поддерживать оптимальную влажность грунта. При наличии осадков необходимость в дополнительном поливе отсутствует. Прополки также не нужны, поскольку корневая система луковиц развивается быстро, и сорная трава не выдерживает конкуренцию и трижды за сезон рекомендуется внести удобрения. В мае – органические подкормки, подойдет коровяк, разведенный водой час 10, в июне – комплексные минеральные удобрения, фосфатные, калийные, нитратные, при старте формирование репок, калийно-фосфорные подкормки. В середине июня можно аккуратно убрать верхний слой грунта, чтобы луковица оказалась на поверхности. В дальнейшем процесс будет продолжаться самостоятельно. За месяц до сбора урожая полив необходимо прекратить и одновременно взрыхлить почву. Перед хранением луковицы важно высушить, чтобы не допустить развития плесневых микроорганизмов. Китайский способ выращивания лука приобретает популярность. Эта методика экономит время и снижает необходимость в подкормках и прополке. Урожай получается крупным и здоровым даже на недостаточно плодородных почвах.